Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы разберемся, может ли самозанятый оказывать юридические услуги. По общему правилу он может оказывать юридические услуги, но тут есть целый ряд ограничений. То есть далеко не все субъекты, которые оказывают юридические услуги, имеют право зарегистрироваться в качестве самозанятых. Здесь сразу же отсылка идет на лиц, которые получают доход от арбитражного управления, например, работы медиатора, а также от адвокатской деятельности. Самозанятыми также не могут быть зарегистрированы, например, нотариусы. У них тоже свой режим работы и свое законодательство, которое регламентирует их деятельность. Также ограничения касаются и тех, кто ведет предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договора поручения, договора комиссии, либо агентского договора. Тоже им самозанятыми зарегистрироваться нельзя. Кто же тогда может оказывать юридические услуги? Ну, очевидно, это частные юрисконсульты, физические лица, граждане, которые имеют соответствующие знания, но и которые продвигают себя на этом поприще, но не относятся к вышеуказанным категориям. То есть обычный юрисконсульт, который, например, дает платные консультации в сети, либо, например, он не работая по трудовому договору, оказывает каким-то, ну, другим, например, самозанятым, либо физическим лицам какую-то юридическую помощь периодически. То есть им звонят, и они там, например, по телефону оказывают, либо лично приезжают, оказывают юридические услуги. Также лица, которые работают по гражданско-правовым договорам, то есть, например, обращается к нему гражданин, с ним заключается соответствующий гражданско-правовый договор в зависимости от вида деятельности, и уже гражданин, да, который обладает юридическими знаниями, он оказывает услугу, получает доход, и через личный кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог» он подает этот самый налог. То есть заходит в систему, нажимает «Выручка», нажимает «Добавить продажу», ну и, соответственно, наименование товара-услуги указывает вид деятельности, дальше стоимость в рублях, то есть сколько получил, дату продажи, с кем взаимодействовал, то есть физическое или юридическое лицо, и нажимает «Выдать чек». То есть чек сохраняется в системе, и никаких дополнительных телодвижений совершать не нужно. То есть не нужно ехать в налоговую, не нужно какие-то бумажки заполнять. То есть все это делается только в личном кабинете. Если, допустим, эта деятельность у гражданина основная, он может еще и в ПФР, соответственно, сформировать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС и делать отчисления в ПФР и, соответственно, получит в будущем пенсию. Потому что отчисления минимальные он будет делать. Ну, может быть, даже не минимальные, какие захочет. Соответственно, подводя итог, могу сказать, что кроме указанных профессий мною, да, там адвокаты, нотариусы и так далее, остальные могут оказывать юридические услуги, могут быть зарегистрированы в качестве самозанятых и осуществлять свою деятельность на законном основании, платя минимальный налог 4% при взаимодействии с физлицами и 6% при взаимодействии с юридическими лицами. Если у вас вопросы какие-то возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего!